Всем привет! В этом видео поделюсь с вами результатами своего тестирования на тему того, как влияет виртуализация и целостность памяти на производительность игры, не ограниченной возможностями видеокарты. Также я добавил включение такой опции как VTD, которая, судя по описанию, теоретически может как-то повысить производительность при включенной виртуализации. Хотел пару слов сказать о том, где все это включается. Виртуализация включается в самом BIOS, опция VTD также включается в BIOS. Целостность памяти становится доступной в настройках безопасности только если у вас включена виртуализация. Если виртуализация в BIOS выключена, то и страничка изоляции ядра будет вам недоступной. Перейдем к результату в большом городе. Это не самый большой город. Здесь условия приближены к реальному геймплею. Это не максимальнейшая нагрузка, скажем так, среднестатистическая, а та, которую мы будем получать, просто упав в какой-то город. Как видим, результат без виртуализации самый лучший, самый быстрый по всем пунктам. Просто включение виртуализации практически никак не влияет на производительность. Буквально на 3 кадра снижается средний FPS, на несколько кадров, на десяток, снижается статистика редких событий. То есть в целом на уровне погрешности. То есть сказать, что просто активация виртуализации сильно просаживает FPS нельзя. Но стоит нам активировать целостность памяти, как мы начинаем наблюдать. Уже вполне заметную, весомую просадку среднего FPS, минимального FPS. В общем, все параметры по чуть-чуть проседают. Дополнительная активация опции VTD не помогает как-то поднять производительность. Даже статистика очень редких событий показала себя еще хуже. Средний FPS чуть лучше. В общем, результаты гуляют на уровне погрешности, но лучше не стало. Теперь огромнейший город с множеством зданий в кадре. Это одно из тяжелейших мест в игре. Таких очень мало, но все же в таких условиях вы иногда будете оказываться. Режим без виртуализации самый быстрый. И теперь, в отличие от прошлого результата, нельзя сказать, что простое включение виртуализации в биосе никак не влияет на производительность. Влияет. Мы видим просадку по среднему FPS, мы видим просадку по минимальному FPS. Статистика редких и очень редких событий в целом на грани погрешности. Далее целостность памяти дополнительно еще снижает средний FPS. Остальные параметры остаются неизменными. И активация опции VTD также очень сильно, как и в прошлом результате, просаживает статистику очень редких событий. То есть плавность будет еще ниже. Казалось бы, опция призвана повышать производительность виртуализации, она ее снижает. Буткемп с множеством игроков. Здесь мы наблюдаем, опять же, лидирующий результат режима без виртуализации. Средний FPS и минимальный, и статистика редких событий в целом на грани погрешности с результатом с включенной виртуализацией. Но статистика очень редких событий нам четко дает понять, что все же виртуализация в таких тяжелых специфических условиях, когда очень много игроков рядом, все же отрицательно влияет на производительность. То есть просто включили виртуализацию, потеряли плавность. Дополнительная активация целостности памяти уже очень заметно влияет и на минимальный, и на средний FPS. Также сильно начинает страдать статистика редких событий, статистика очень редких событий, но еще хуже. Хотя и так уже там все плохо было, просто с включением виртуализации. Дополнительная активация опции VTD никак практически не влияет на результат, за исключением того, что еще немного ниже средний FPS. Какой общий вывод можно сделать, глядя на все вот эти вот результаты? Все очень просто. Если вам нужна максимальная производительность, не включайте виртуализацию. Если же вам нужна только виртуализация, но вы готовы пожертвовать безопасностью своего компьютера, не активируйте опцию целостность памяти. Она дополнительно, уже вполне заметно, может снизить производительность еще сильнее, чем просто активация виртуализации. Опция VTD не помогает никак. Она либо ухудшает слегка производительность, либо вообще ни на что не влияет. Такие вот интересные результаты. Хочу также прокомментировать температуру процессора у разных режимов. Дело в том, что я задумал сделать второе видео. Для его создания мне приходилось залезать в системный блок и кое-что там менять. В процессе замены этой железки я чистил компьютер от пыли. И это довольно сильно повлияло на температуру процессора. И весь косяк этого видео в том, что часть видео записана до чистки от пыли, часть после. И дополнительные путаницы добавляют тот момент, что в режиме с целостностью памяти, но с отключенным VTD, потребление процессора местами гораздо выше, чем у других режимов. И вот это вот все сочетание порой может вас путать. Поэтому я здесь немного помечу, где какой режим до чистки от пыли, какой после. Такой вот нюанс. Все, ребят, на этом заканчиваю. Далее будет видео с самим тестом. Спасибо за внимание. Увидимся в комментариях и на моих стримах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА